Там Моцарт играет. Смотрите, мы наконец-то нашли бумагу, а вот там есть блокноты. Кажется, я пошла. Дорогие друзья, русского человека всегда можно узнать по его привычкам. У нас, например, Яна уже второй раз подходит к ларьку с джемом. Смотрите, сколько их есть. И с тыквой, и с инжиром, и даже с алкоголем джемы здесь есть. В общем, что-то тут нет. И наш мастер Яна уже попробовала все джемы. Сейчас Яна вам расскажет, какой её любимый джем. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Сам, например, я не помню все эти джемы, как они. Мы будем пробовать их за это снова. Но их просто возьмем с собой. Вы только послушайте. Музыка в Вене повсюду просто. Я буквально сейчас нахожусь в центре города. И посмотрите, на улицах просто раз-два я пчелся. На самом деле, в воскресенье все, все магазины и очень много ресторанов и кафе закрыты. Поэтому все люди, которые здесь находятся сейчас, это иностранцы. Друзья, здесь находится квартира Моцарта. Тринадцатая, между прочим, по счету. Он там провел самое большое количество лет своей жизни. Два с половиной года. Он здесь прожил вообще. Он менял огромное количество раз место своего жительства. Но именно здесь, в этой квартире, он написал «Женитьба Фигара». И у него были такие самые плодотворные годы его работы, жизни. Он принимал здесь гостей и творил свою прекрасную музыку. Вот он, костюм, который носил Моцарк. Красный с желтыми сночками. А здесь можно посмотреть театр. Смотришь на татарочку. И все, видишь. Ход в этот музей стоит 11 евро. Но это не стоит 11 евро, потому что вам просто там расскажут историю, покажут фотографии и немного музыку. Вы послушаете. И все. Это будет все, что вы здесь получите. Вы с таким же успехом можете все это сделать в интернете. Лучше, лучше сходите в Шонбрун. Когда Моцарт приехал в Вену, его сразу же узнала просто вся венская элита. И его пригласили в дворец Шонбрун. Сейчас это достояние ЮНЕСКО, чтобы играть там для Мари Терези. Я до сих пор не понимаю, что мы тут еще сделаем. Поехали же в Шонбрун. Ну, вот мы, друзья, и в Шонбруне. Вот он дворец. Просто красота. Сколько раз уже здесь была. И все равно возвращаюсь каждый раз и каждый раз удивляюсь. Как вы поняли, мы еще вместе не обедали, поэтому все, о чем мы думаем, это еда. Но вообще красиво, да? Да. А еще на территории дворца Мари Тереза находится университет, где обучают актеров. А, это был секрет. Чтобы вы об этом не знали и не хотели поступать, потому что конкуренция нам не нужна. У нас есть шикарная вафля с кормлением. Вау! Она вкусно пахнет, и она горячая. А совсем недалеко от домика Моцарта вы можете найти собор Святого Стефана. Здесь сейчас, так как в преддверии Нового года, проводятся рождественские маркеты. Повсюду. Они, на самом деле, на всех больших площадях проводятся. И давайте посмотрим, что тут такое. В общем, если вы едете в Вену, обязательно берите с собой много-много теплых вещей. Потому что декабрь здесь очень-очень ветреный. Это не холод, это ветер, это противно. И, конечно же, символ рождественского маркета это пунш. Да, да, пунш или глинтвейн. Его здесь пьют все. Пунш там стоит полтора евро, но вы берете также кружечку. То есть вы платите три евро. Если вы возвращаете кружку, то вам возвращают полтора евро. Если нет, то заберете кружку домой. В любом случае не пропустите собор Святого Стефана. Девчонки, и вам совет. Когда пойдете сюда, обязательно наденьте красивые платьишки. Потому что там стоят мужчины такие разодетые. Они продают билеты. И красивым девушкам они делают скидку. Они или пропускают бесплатно, чтобы посмотреть концерт в этом соборе. Проезд на полтора часа в метро. Вообще любое место Вены будет стоить примерно полтора евро. Вы можете ехать без билета за этим. Но если вас поймают, то с вас будет штраф 100 с лишним евро. Ну и, конечно, не забывайте про существование велосипедов. Есть велосипеды, которые можно взять за 1 евро час и кататься сколько вам угодно. Чем славится Вена? Ну, конечно же, своей оперой. Сейчас еще день, еще туда смысла нет идти. Но каждый вечер здесь проводятся разные концерты, выступления, оперы. И, конечно, стоит все это очень недешево. Но если вы придете за полтора часа до концерта... Так, ну куда ты поехала? Но если вы придете за полтора часа до концерта, то вы можете отхватить билет за 3 евро. Приходите заранее, потому что есть очень много любителей оперы. И все хотят попасть на такие хорошие места. Это за 3 евро вы будете на самом-самом верху стоять. Но зато вы послушаете знаменитую венскую оперу. И мне даже не верится, потому что здесь гуляла Мария Терези. И сейчас здесь я. И однажды, однажды какой-нибудь турист будет проходить здесь и скажет, здесь была Арина Корчкова. И я тоже здесь был. Арина Корчкова